В оккупированном Крыму утро началось со взрыва. В Майском, это посёлок недалеко от Жанкоя, горит и периодически детонирует склад боеприпасов. В оккупационной администрации заявили, произошло возгорание. О причинах пока не говорят. Тем временем местных жителей эвакуируют. Уже вывезены около двух тысяч человек. В сети – десятки кадров произошедшего. Горит склад рядом с моим домом. Сегодня я, наверное, на работу не уйду. Россия этим временем продолжает обстреливать подконтрольную Украине территорию. В ночь на 16 августа произошёл один из самых массированных за последнее время обстрелов Харькова. Под огонь российских войск попали сразу пять из девяти районов города. С половины одиннадцатого ночи враг применял по жилым районам реактивные системы залпового огня. После начались ракетные удары. Приблизительно в 2.30 штаб обороны зафиксировал сразу семь пусков ракет из Белгорода в направлении Харькова. Часть ракет попала по открытым территориям и не вызвала пожаров. Фасады зданий повреждены осколками и взрывной волной. Частично разрушено дорожное покрытие. Предварительно без пострадавших. Правоохранители ещё работают на местах попадания и фиксируют преступления оккупантов. Олег Сенегубов, глава Харьковской областной военной администрации. В Телеграм. Под вражеским огнём и Донецкая область. За прошедшие сутки в Константиновке погиб один местный житель. В Курахово и Большой Новосёлке ранены по одному человеку. Мэр Славянска Вадим Лях тоже сообщает о ночном обстреле города. Под огонь российских войск попала Днепропетровская область. Криворожский район враг обстрелял из ураганов. Ранены двое местных жителей, повреждены несколько частных домов и газопровод. По Никопольскому району российские войска ударили изградов и ствольной артиллерии. Разрушены склады с зерном, линия электропередач и несколько частных домов. При этом под угрозой ракетного удара все регионы Украины. Телеграм-канал Белорусский Гаюн сообщает, на аэродром в Зябровке Гомельской области российские военные стянули до 14 зенитных ракетных комплексов С-400 и около 60 ракет к ним. Известно также о размещении там трёх радиолокационных станций. «Отмечается проведение тренировки по связи Генерального штаба Вооружённых сил Республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противникам ракетных и авиационных ударов с территории этой страны. В готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования «Калибр». Наша истребительная авиация патрулирует воздушное пространство Украины, а ударная небезуспешно оказывает огневую поддержку войскам в определенных операционных районах». Лариса Зубенко специально для информационного марафона «Фридом».